Всем добрый день! Сейчас подождем, чтобы собрались люди. Немножко камеру. Так, ага, все, эфир начался. Всем добрый день, меня зовут Элеонора. Я путешественник, я обожаю путешествия, все, что с ними связано. Сама была уже в нескольких странах, даже в этом году. Сегодня мы немного поговорим о том, как можно путешествовать, как можно отдыхать и с нами поделиться впечатлениями топ-лидер нашей круизной компании Светлана Сапличная. Пока мы ее ждем, пока она к нам зайдет, я немножко расскажу, что такое наш клуб. Наш клуб дает возможность путешествовать с любой точки мира. Можно путешествовать как круизными турами, так и отелями. Есть люди, которые говорят, мы, допустим, хотим просто путешествовать через тур агентов, тур операторов. Друзья мои, я через них тоже путешествовала. Я ему хочу сказать, что это не так. Что-то Света мне пишет, где я. Здесь я на месте. Сейчас я напишу. Наверное, меня не видят. Так, всем еще раз здравствуйте. Спасибо, что смотрите. Я думаю, что сегодня будет очень интересно. Так, надо, наверное... Ага, вот. Поэтому сегодняшняя наша гостья, это шикарная женщина, сама с кривого рога, но она живет в Израиле. Она сегодня расскажет нам, как можно путешествовать. И немного мы приоткроем в формате, в нашем формате, сам формат, как мы вообще бронируем, что это такое и как вообще все можно делать. То есть ждем Светлану. Сейчас она подключится. Сейчас мы ей приглашение. Светочка, вы мне приглашение, запрос сделаете, пожалуйста. Сейчас, или я. Заходите. Сейчас посмотрим. О, где вы? Поверните камеру. Сейчас, я не знаю, как мне сейчас нажать. Камеру, камеру поверните. Вышло. Сейчас еще раз. Так. Ой, что это такое? угласить уже кто это ой кто-то ко мне присоединился простите пожалуйста потому что и мы так и держишь светочка на сейчас светочка зайдет этому что она видимо телефон камеру перевернула ничего сейчас вот но суть какая суть в том что вы сможете отдыхать больше видите больше как бы быть шерпит мне говорят люди то нет через турагентство там все 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 знаете сейчас мир настолько интересен и пришел виртуально ура сейчас ну что то принять не может присоединиться так еще раз принять что-то светочка не может присоединиться о ура 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 светочка наконец-то здравствуйте 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 боже как приятно хочу опять что-то такое веселенькое поставить сейчас я посмотрю чтобы ну более-менее нормально не сильно насыщено не сильно потому что у нас сегодня сбои в киеве я сейчас нахожусь в киеве боже мой это я пылаю пламенем ну давайте вот такое любенькое что-то снежиночки поставим всем добрый день мне очень приятно ильянорочка что ты меня пригласила немножко опоздала на представление потому что говорю сейчас после круиза нахожусь киеве прибыли в нашу родную украину ридную украину ридную неньку и вы знаете несмотря на все происходящие события мы это знаем и тяжело переносим перед этим была пандемия а тут вы сами знаете даже не хочу упоминать этого слова потому что наверное люди нас смотрят со всего мира или будут присоединяться поэтому хочу говорить сегодня только о хорошем и конечно хочу познакомить вас прежде всего с тем путешествием которым мы побывали вместе со своей командой команда наша была из украины пока вот только наша структура конечно уже на лайнере мы встречали абсолютно других туристов и начну с того насколько бюджетно началось наше путешествие как мы прибыли куда мы прибыли на каком лайнере путешествовали какие города и страны посетили и так внимание значит если мы берем наш тур и в связи с этими событиями нам конечно нет прямых перелетов то мы наш нашу поездку наше путешествие начали и в основном кто откуда со львова кто с киева в данном случае я с киева поэтому мы добирались до польши гривнах билеты до хелма стоит полторы тысячи гривень на одного человека поезд комфортабельный польские вагоны потом добрались до варшавы можно сразу брать на варшаву там получается немножечко дороже незначительно цена это выше кстати а уже с польши у нас были забронированные билеты на неаполь это хорошо если вы сделаете бронь авиаперелета намного раньше но тем не менее у нас многие опять же такие два многие немногие вот с лайнера которых встречались люди и с нашей команды несколько человек забронировали свои билеты взяли билеты на авиаперелет с неаполя именно за два дня до совершения нашей поездки и стоило это тоже я считаю довольно таки бюджетно потому что мы перелет брали с багажом то бишь мы мы ну те люди которые опоздали ранее с покупкой билетов 120 получается евро это туда и обратно но это вместе с багажом ручная кладь и вместе багаж остановились мы там совершенно недорогом отеле нам на четырех человек вышло всего лишь 90 долларов посчитайте сколько это я считаю что это дорого и уже мы с неаполя прямо спорта отправились наш круиз наш круиз был по средиземном морю на великолепном шикарном лайнере белиссимо теперь конечно не могу не сказать пару слов о этой красоте о этом творении каждый лайнер это шедевр искусств но те лайнеры которые выпускаются последние года несмотря на какие-то нелепые как я говорю ситуации они конечно поражают своей красотой архитектурой и такими деликатесными фишками внутренней внутренней вот именно внутренней архитектуры это здоровенный корабль и прежде чем вы выбираете я рекомендую какой нибудь лайнер вы просмотрите да кстати лайнеры есть других круизных линий несмотря на то что они и десятилетний десятилетней давности но они очень красивые постоянно реставрируют и постоянно усовершенствует так что вы просто просмотрите на кухню просмотрите когда этот лайнер был спущен что там нового и тогда выбирайте круиз это дополнительная информация к тому что я сейчас говорю так лайнер белиссимо это сейчас я уже дорасскажу потому что у меня тут вопросов уже масса собралась будет интересно если как бы так вопрос ответ потому что как бы людям интересно вы рассказываете да я просто хотела уже я просто хотела да просто уже хотела да рассказать вот когда я вы круиз я смотрела я посмотрела на конечно на на весну этого лайнера потом увидела какого он невероятного размера триста шестнадцать метров длину сорок три метра в ширину четыре с половиной тысячи наполняемости пассажиров все такое новейшее конечно это меня захватило останавливаясь элечка слушай вопросы скажите пожалуйста нас будут смотреть и сейчас те которые люди зашли именно на прямой эфир и те которые уже будут смотреть на записи они по-любому будут смотреть на записи мне хотелось задать такой вопрос скажите какой был маршрут я так понял чтобы с неаполя он стартовал с неаполя вы все вас точка сбора была в неаполе со всех стран куда только мог летел да поняла я виновником этого круиза был конечно лайнер белиссимо а второе так как он был в 2019 году спущен на воду и изготовлен во франции это тоже очень интересно и наш маршрут был по средиземноморью это семь дней это прекрасный неаполь потом после вы знаете очень удобно потому что после дороги с польши мы немножечко отдохнули походили в неаполе попробовали там вот вот это первоизданную пиццу маргариту и морепродукты и конечно уже пошли в свой круиз после неаполя мы были в море это было настолько кстати потому что погода была теплейшая я потом еще лично расскажу как мы заходили это тоже немаловажно как мы заходили как нас какие документы нужны были как нас встретили как нас посетили значит это был неаполь это было море а дальше было валенсия испания дальше была тарагона испания дальше у нас было генуя потом море ливорна и опять мы возвратились неаполь вот такой наш маршрут прекрасный маршрут шикарный 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 маршрут почему потому что как бы сейчас очень есть небольшая масса людей которая выехала за пределы украины как бы да я понимаю что сейчас в основу женщины все с детьми знаю что наша одесситка алена польша она тоже путешествовала буквально недавно наездила по норвежским фьордам она была в восторге никогда сама этого не делала априори а тут решилась сама поехать без мужа но все-таки путешествие даже вот у нее я вот после того как она попутешествовала и вообще все люди вот смотрю даже за вами светочка вот еще есть у меня аника за вот этими ребятами которые съездили в круизный тур у них мысли меняется даже несмотря на то что какая стрессовая ситуация происходит у нас сейчас в мире в стране то эти люди готовы готовы переворачивать горы и вдохновлять всех вот я смотрю на всех я реально вдохновляюсь примерами людей которые вот после отдыха они просто переворачивать сворачивать город то есть отдых это полезная очень штука я очень много писала своих историях публикации вилза о том что отдых очень полезен и я так понимаю что светочка получила впечатление эмоции массу просто я так понимаю белиссимо 2019 года выпуска вообще это можно сказать новейший лайнер сколько ну вот он простоял точно год пускай два года он только плавать представьте себе даже если вот светочка лайнеры 10 лет они все настолько ухожены настолько они смотрят за этим сервисом потому что они дорожат своей репутации потому чтобы репутация не нарушилась чтобы было все классно и все люди которые будут дальше путешествовать чтобы они путешествовали с безумным комфортом я сама хочу круиз и плюс еще если я почему вообще рассказала за то что вот с европы очень много очень удобно тем что с перелет будет стоить недорого если лететь допустим с германии в арабские эмираты это билет будет стоят 1 туда и обратно где-то около 500 евро ну в зависимости с перелетом как это с посадкой с пересадкой без пересадки это первое второе тут можно приехать везде на поезде поезде тут намного проще и дешевле поэтому по европе те кто в европе им более ну как бы не не так проблематично гамбург это оттуда откуда стартует круизные лайнеры это очень классно на самом деле да я да элечка прошу прощения я немножко не представить но это не столь важно важно только то что я являюсь независимым партнерой компании инкрузис это мировая международная компания которая на рынке уже в январе месяце будет как 7 лет и она себя не только подняла свою репутацию она устоялась она удержалась потому что были невероятные тяжелые времена и несмотря даже в это время и эти времена и даже пандемию от инкрузис наши туристы с европы отправлялись путешествия это действительно как мы говорим такая фраза есть дорогого стоит и вот именно те люди которые живут в италии в испании они могли очень безболезненно для бюджета своего кармана сесть на лайнеры отправиться с этими масками да потому что это уже такой атрибут наш был без которого как бы мы не могли обойтись в это время но самое главное то что людям дали все равно жизнь если есть компании есть продолжается жить жить жизнь мы ее должны жить мы не должны застаиваться потому что потом если мы упадем на колени будет очень тяжело с них подниматься поэтому если есть возможность и у вас есть хоть какое-то и даже если вы пока боитесь вы все равно должны посещать какие-то новые места насыщаться какими-то новыми эмоциями потому что именно эти чувства вам дадут перенести любые невзгоды и даже ваши хвори я сейчас приехала и наши девочки не ахти здоровы после круизного лайнера потому что много людей какая-то все равно грибовая инфекция это идет или еще что-то но настолько вы знаете вот просто вытаскивает из болезни вот вот этот отдых тем более круизный ну и опять же я хотела сказать по поводу компании инкрузы так как в нашем букинге найдете огромную базу круизов 5000 круизов 5000 круизов представьте 16 круизных линий с которыми у нас напрямую подписаны договора плюс мы с апреля месяца добавили еще 150 тысяч это отелей ресортов да где мы можем отдыхать если кому-то пока не по нраву круизный отдых и мы вот с девочками в переездах были смотрели то наши цены действительно того стоит чтобы мы заказывали с нашего букинга я вернусь после того как мне элечка задаст вопрос все же к тому как мы проходили наш путь с лайнера какие документы у нас требовали а сейчас я хочу послушать элечку потому что сказать очень хочется много я хочу сказать что в тот момент когда вы садились на лайнер я летела в арабские эмираты я тоже была на отдыхе мне посчастливилось тоже отдохнуть я очень безумно рада потому что реально говорю что отдых меняет мысли поток мыслей меняет все 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 вот да и по поводу того что как бы наша система брагнирования позволяет всем людям из без исключения всем путешествует воскресенье у меня девочка есть моя мой мой путешественник она будет мы будем вместе с ней бронировать путешествие она пока не знает куда хочет но она очень хочет поехать отдохнуть семьей там маме сделать на день рождения подарок вот вот поэтому я думаю что светочка и с девочками просто развеялись вот просто выплеснулись вот эти вот негативные эмоции перри переключились на позитив я думаю что каждому хочется вот такого переключения поэтому я рекомендую чем бы вы не путешествовали куда бы вы не ездили это нужно я наш клуб с нашим клубом это возможность возрастать много раз потому что вы можете как я уже объясняла мне недавно спрашивали а почему нужно откладывать но потому что как бы вы становитесь участником клуба клуб дает возможность вам пользоваться букингом клуб дает возможность воспользоваться теми маршрутами за боговременно что вы хотите я даже в своих историях уже посмотрела на грецию на греческие острова выбрала два интересных маршрута в принципе недорогих и приглашаю всех путешествовать по греческим островам один с хайпа а второй блин запамятовал ну в общем суть в том что люди путешествуйте не оставляйте потому что как бы у меня даже блог идет все про путешествие я обожаю путешествие люди как-то обожаю людей которые путешествуют вот светлана на приехала у меня совсем другие эмоции она переключилась виктор простите мы вас не можем никуда подключить это эфир прямой эфир для мы вдвоем ведем его для того чтобы можно было рассказать людям как можно классно путешествовать и что вообще время немножко ограничено да немножко ограничено это и что-то хочет сказать виктор вы можете писать все в комментариях мы с удовольствием ответим а светлана не может вас добавить веду прямой эфир я вот поэтому виктор вы можете просто задать нам вопрос интересующий вас что бы вы хотели узнать вот а давайте друзья к вам друзья человек хочет вот так обязательно добавим мы добавим друзья мы добавим друзей кто хочет обязательно мы дружим нам интересные хотела спросить светочка маршрут шикарный как каюта что у вас была за каюта смотри элечка значит я немножечко перескочу своего вопроса потому что хочу исполнить прежде свое обещание но прежде всего я еще хочу поблагодарить анику за то что она зашла на эфир за то что она увидела потому что с этой великолепной зажигательной девочкой я тоже хотела провести эфир я думаю это нас будущем я ее очень благодарю за те отзывы которые она пишет я ее благодарю за то что она сильная смелая она драйвовая то есть она действительно зажигая своим позитивом и вот это именно эта девочка она с италии а очень многие люди как бы скептически скептически относятся некоторым компаниям и даже если они хотят но они ищут какие-то лазейки какие-то пределки но то все равно как мы знакомимся с незнакомым человеком мы его сразу же на ух ты не воспринимаем мы его должны с ним ознакомиться так и здесь но и конечно аника со своими канонами в жизни я тоже не знала как она воспримет именно клуб компанию инкруза как она воспримет путешествие знаю нее были там какие-то свои ситуации но она все равно осталась на позитиве вышла с путешествия своем на позитиве и продолжает вести свой блог свой инстаграм и она в инкрузы спасибо тебе аника что зашла и не могла не сказать эту благодарность очень рада вы знаете друзья еще хочу сказать не вернувшись даже потому что я говорила какие же документы на все же нужны хочу сказать о том что именно здесь мы приобретаем друзей здесь мы приобретаем наших единомышленников здесь мы приобретаем тех друзей которые на наше наше биополе в нашей вибрации вы знаете это классно потому что часто бывает мы проживаем жизнь мы общаемся с людьми мы даже не знаем что у нас нет ничего общего мы когда встретились на лайнере с нашими людьми представьте мы где-то 4 года общались вот только онлайн даже может с некоторыми не выходили на видеокамеру ну только переписками голосовыми сообщениями но когда мы увидели друг друга такое было состояние вроде бы это очень родные люди мы обнимались мы делились комплиментами мы вот передавали друг другу свои вот эти вот положительные эмоции что нас отвлекло буквально от всех негативных мыслей это действительно лекарство лекарство новое общение кроме того что новое знакомство с городами странами новое общение новая красота новое открытие мира мы еще вот испытываем такое удовольствие если вы людей любите будьте тоже с нами ну и еще сейчас минуточку буквально уделю внимание все таки как мы проходили так сказать через терминал это было абсолютно не сложно самое главное чтобы у вас были биометрические паспорта если кому нужны визы нам никому не нужны были визы и если у кого есть вакцины не важно какой недавности лишь бы они открывались у вас в вашем альфоне телефоне и вы могли показать что они есть они не сильно скорпулезно присматривались ну конечно же смотрели проверяли если эти вакцины если в обратном случае их нет мы с девочками приехали и те которые не были вакцинированные мы пошли в обыкновенную аптеку не аппали и девочки сделали себе тест сделали себе тест и уже когда мы проходили скажите мне через терминал да вот вот эту таможню наши чемоданчики сразу забрали с легкостью нам очень уже легко передвигаться дальше просмотрели документы довольно таки быстро с улыбками с открытыми лицами без всяких каких-то замечаний замечаний для того чтобы их не было мы действительно перед тем как мы отправляемся в круиз мы должны проверить эти документы не ленитесь найдите время это не так уж много если нет у вас вакцины вы просто делаете тест и в любой стране вы можете делать тест за это не переживайте и конечно желательно биометрический паспорт потому что по биометрическому паспорту мы проходим и виз с нас не требует и в добрый путь к новым путешествиям к новым открытиям к новым событиям как я говорю Светочка так вы скажите мне какая все таки была каюта у вас или у вас разные были каюты у всех как было вообще а значит по поводу кают очень здорово что в нашем букинге когда мы бронируем гарантированную каюту нам дают каюту с балконом и нескольким нашим людям была забронирована ориентированная каюта была и наши девочки получили каюту с балконом это класс это супер вы представляете а вот почему я люблю сама каюту с балконом ну естественно и у нас с олечкой малейник отправились кривого рога была каюта с балконом почему я люблю каюту с балконом потому что это тот класс отдыха который я думаю должен и может обеспечить себе каждый я думаю не так сложно по возможности оплатить эту каюту и даже если вы бронируете гарантийную каюту она идет по цене ниже и вам дают эту каюту это здорово вы представляете я всегда утром когда просыпалась я выходила на балкон и я просто приветствовала весь мир приветствовала это бескрайнее море счастья и я думала насколько прекрасна жизнь насколько вы знаете прошла какая-то переоценка ценностей в том плане что особенно же я говорю связано с этими событиями мы не можем предугадать кто сколько будет жить какие нас еще хвори посетят хотя мы всегда думаем о хорошем что еще произойдет поэтому для меня стала ценная каждая минута жизни каждая минута жизни и если я могу улыбаться я улыбаюсь а время плакать когда приходит мы плачем конечно но здесь я не имела право не хотела я улыбалась я восхищалась я насыщалась этим праздником жизни потому что мне нужно было приехать вернуться в украину и передать ту энергетику для того чтобы я видела что глаза мои близких они не просто тусклые из этих этих из-за этих событий а у них засверкалась надежда вера на будущее и конечно же лучшее потому что это наш оберег это наш оберег когда мы живем с любовью к жизни когда мы понимаем насколько цена жизнь когда мы верим в лучшее вот это есть наш оберег это есть наш оберег и конечно что можно сказать живите здравствуйте путешествуйте любите будьте доброжелательны это то окно которое вам даст не только света продлит вашу жизнь и эличка жду от тебя еще вопроса потому что у нас уже катя андреева нам написала какая круизная линия была катя была круизная линия да лайнер невероятной красоты как я сказала наполняемость четыре с половиной тысячи туристов кстати четыре тысячи туристов а сколько ж персонала там тогда четыре с половиной тысячи в некоторых источниках вы знаете я смотрела так не пересчитаю считала по разному где написано пять полторы тысячи персонала тысяча персонала а где то вот четыре три там шестьсот это только туристов но вы знаете туристов было очень много на лайнере и еще хотела сказать отбросьте те страхи если вы даже не знаете английский язык вы просто все воспринимаете как бы в шутку во первых у нас на ресепшене были девочки которые мы пытались через переводчик донести и они нам дали русскоговорящую девочку которая всегда нам могла ответить даже двоих которая нам могла всегда ответить на наши вопросы и мы конечно к ним приставали если у нас эти вопросы появлялись но самое главное что все были доброжелательны все были доброжелательны за все эти семь дней я ни разу не увидела какого-то озлобленного лица или какого-то негатива это тоже вы знаете это просто лечит наше состояние лечит наши сердца лечит наши мысли настолько было приятно конечно нельзя сказать что лайнер был тихий он довольно был кишил туристами но мы за семь дней естественно не успели его обойти это ж насколько он должен был быть большим и это ж насколько вот этим отдыхом просто знаете я вот когда поехала в арабские эмираты я была полностью вот так вот поглощена отдыхом меня вокруг люди вообще не интересовали меня вокруг вообще не интересовали я вот отдых море красота я на море я радовалась у меня это получилось потому что я через депрессивно все прошли сейчас много кто прошел через депрессивное состояние Виктор пишет вы интересно ведете спасибо Виктор вам большое если вам интересна наша тема вы можете задать интересующие вас вопросы или мне или Светлане так как Светлана у нас топ лидер у нашей круизной компании то есть она ведет нас за собой поэтому она больше меня знает но хотя я могу что-то рассказать вам по поводу отельного отдыха а тут еще вопрос от Кати Андреевой на лайнере не вакцинированы не обязывали посреди маршрута делать тест нет не было никаких обязанностей так как вы на лайнер уже проходите с тестами если вы не вакцинированы и у вас нет теста вас просто не пропустят на лайнер поэтому я еще раз повторяюсь что перед тем как садиться на лайнер вы приезжаете в назначенный порт идете в аптеку так как в каждом порту много иностранных туристов и много представьте себе очень много женщин, детей и я им благодарна что они спасают человеческие жизни так сказать свои и наших детей и поэтому всем Украина уже знакома и даже если не Украина приезжают иногородние туристы мы идем в аптеку и там сдаем тест у нас берут очередей огромных нет и потом себе спокойно проходим на лайнер если вы вакцинированы два года назад какой там промежуток времени прошел это тоже не имеет значения вы открываете свою ДИЮ или показываете сертификат с вакцинами и вас тоже пропускают то бишь я хочу сказать что у нас не было вот за время моей посадки ни одного человека чтобы не пропустили на лайнер ни одного человека не было может там в последующем я же не знаю ясное дело может какие-то казусы происходили но однако если человек все приготовил а сейчас это не настолько страшно и самое интересное масочного режима на лайнере тоже не было вот в масках действительно были обслуживающий персонал потому что через них проходит огромная масса людей огромная масса туристов они обязаны быть здоровы как бы мы гуляли себе на просторе свободно с открытыми лицами сияющими глазами конечно ваши фотографии были просто изысканные я наблюдала старалась лайки ставить потому что на лестнице с камнями с паровски просто вы безумно как королева как принцесса выглядели я думаю что каждая девочка извините что перебила каждая девочка или женщина мечтает вот раскрыть себя раскрыть свою красоту просто когда видишь что-то красивое хочешь самой стать красивой и становишься и потом понимаешь что все вокруг красивое все меняется потому что когда с головой уходишь в отдых вот получается что сразу и ты просто на отдыхе наслаждаешься отдыхом каждую секунду потому что это очень важно наслаждаться отдыхом каждую секунду приехал там нет Нет, отдых это именно то место, куда мы едем, чтобы получить яркие впечатления, для того, чтобы у нас были дальше эти эмоции, они нас подпитывали и давали нам возможность двигаться вперед, потому что если у людей таких эмоций не хватает, они быстро стареют, болеют, ну в общем целая куча всего происходит. Так я вижу, вот Светочка, прям яркий человек, который вот только приехал и только на языке круиз, MSC Bellissima, большой-большой лайнер, обойти не успели, с головой отдыхали, красивые были фотографии, платья тоже-тоже красивые были, вообще просто безумно рада за... Вы знаете, я вам открою такой маленький секретик, потому что, конечно, те, кто с Украины был и явная вещь, невозможно было не переживать, мы умудрялись, когда появлялся интернет, смотреть новости, очень переживали за Киев, за эти страшные события, и где-то у нас накатывались слезки, мы молились, но когда мы выходили уже за пределы своей каюты или на балкон, у нас появлялся позитивный шок, и этот шок нас ставил на место, и я благодарна, что я получила этот шок вот именно в этом отдыхе, потому что я бы не смогла радость привезти из этого круиза, тем более вернувшись в Украину, я никуда не поехала, вернулась в Украину для того, чтобы людям это рассказывать. И у нас очень удобная система, но накопление, вот именно почему служба Минкрузис, я еще хочу на этом остановиться, но еще перед этим я хочу сказать, что многие говорят, что мы там, например, не любим шумные места, и нам нужно какое-то уединение. Вы знаете, на таком громадном лагере, который 19 палуб, даже 16 палуб имеет, есть места, где можно уединиться, выходите, находите обязательно этот какой-то уютный столик на какой-то палубе, где вот эта бирюзовая гладь моря и повеивает, бриз с морским запахом, закат, солнце, вы стоите с каким-нибудь коктейлем, или мы как может с девчонками покупали, ну это там, опять же, много можно рассказывать об этом, легенькое там вино и выпивали вот тоже вместе, то есть это ощущение, это просто не передать это ощущение. Если вы романтик, если вы со своей половинкой, вы тоже можете уединиться. Если вам захотелось вдруг почитать и вообще отдохнуть от всей техники, а в море как бы нет интернета, то это вам удастся, вы можете остаться, опять же, в своей каюте с балконом, выйти, улечься на этот шикарный шезлон, даже заказать себе завтрак, обед или какой-то десерт, который вам принесут в каюту, и наслаждаться этой тишиной, этим морем, этой красотой и уединением. И самое главное, что именно круизный отдых, он подходит всем. В третьем круизе от компании «Крузис» я смотрю. С такими деточками, есть интернет? А, есть, хорошо, просто вы у меня зависли. Да-да-да, Светочка. Так, Светочка, что-то со связью Светочки. Наверное, закончился, свет выключили. Ну, во всяком случае, немного продолжим, может подключиться наша Светлана. Жаль, что, блин. Я хочу сказать, что, друзья, о, вот и Света вышла. Наверное, у нее с интернетом была проблематика. Но вообще, на самом деле, друзья, путешествия, я много писала историй, много публикаций делала о том, что путешествия развивает наш кубер-клубер. То есть, человек, который путешествует, хотя бы один раз куда-то поехал, далеко за границу, просто поотдыхал. Танюша, привет! Просто поотдыхал в кругу своей семьи. Подключить. Где же она? В кругу своей семьи, то это просто вы отключаете все вот эти вот, которые у вас раздражители были, и просто себя наслаждаетесь отпуском. Отпуск это дает, я же говорю, позитивное мышление. Даже я вот приехала, я была 10 дней в Арабских Эмиратах, отдыхала в октябре месяце, буквально, ну буквально там вот числа 12-го я уже прилетела назад в Диссудор. Я вам хочу сказать, я посмотрела на это все совсем с другой стороны, на людей, которые меня окружают, на все, на все ситуации совершенно с другой стороны, я понимаю, что делать все совершенно по-другому, интересней, и даже жалко, что свет отключилось. Вот, поэтому наша рекомендация. А по поводу еще хотела сказать немного о системе бронирования. Система у нас самостоятельного бронирования, то есть вы себе можете забронировать свой отпуск заранее, так как компания себя страхует и дала 90 дней заказывать бронирование круизного тура. То есть за 90 дней это минимальный срок, который вы можете забронировать себе круизный тур. Это может быть, мало ли что у вас произойдет в жизни, может быть война, эпидемия, там еще какая-то фигня, в общем, у вас это тогда вам вернут денежку за вашу, ваш бронированный круизный тур, в зависимости от ситуации. Потому что вот я на момент пандемии зашла в круизный клуб, мне очень понравилась атмосфера, мне понравились люди, я очень много для себя здесь взяла фишек, лайфхабков, я не знаю, очень много всего-всего. Плюс, да, эфир мы, конечно, сохраним, конечно, я сохраню и можете уже посмотреть на моей страничке или на Светланы Светланы Светланы. Я вам хочу сказать, что круизный тур, круизный клуб дает возможность каждому откладывать себя на путешествие, плюс еще с первого, даже уже с первого накопления уже вы можете себя бронировать. Бронирование, чем дальше, то есть не три месяца, а больше, допустим, за полгода, тем у вас будет более выгодное предложение, соответственно, более интересный маршрут, и вы не так много потратите. Ну, конечно, и билетики на самолет тоже лучше покупать заранее, чем они заранее куплены, тем, соответственно, у них цена меньше. Поэтому мы ждем вас всех в нашем клубе. Спасибо, что вы все сегодня были с нами. В записи можете все посмотреть и еще раз позадавать вопросы, может быть, мы не успели на все ответить, потому что Светочка была под впечатлениями, она все рассказывала. Она только зашла, сразу начала рассказать про этот круизный клуб, про свое море в своих впечатлениях, потому что я не успевала за ее потоком. Вот, поэтому, если у вас будут вопросы по поводу, как можно с нами путешествовать, мы всегда рады вам, готовы ответить. Спасибо за внимание. До свидания.